На телеканале Видное ТВ время новостей Ленинского городского округа. В студии для вас работает Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Зачем хирурги Московской области съехались в музей-заповедник Горки Ленинские? Почная конференция, она всегда более продуктивна. В поселке совхоза имени Ленина для маленьких жителей был организован большой праздник. Вот такой шикарный праздник получился, на мой взгляд. В историко-культурном центре на этой неделе открылись сразу две масштабные выставки. Я совмещаю все несовместимое. В музей-заповеднике Горки Ленинский состоялась научно-практическая конференция хирургов Московской области. Доклады участников были посвящены современным технологиям и инновациям в этой области медицины. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Это первая масштабная медицинская конференция в Ленинском городском округе после ограничений, связанных с пандемией. Сейчас у многих врачей нет возможности присутствовать на международных форумах. Специалисты активно принимают участие в дистанционных семинарах, но живое общение с коллегами незаменимо. Почная конференция, она всегда более продуктивна, потому что не только люди, участники этой конференции, они не только получают что-то новое от докладов, но и в том числе и от общения со своими коллегами. Главная цель встречи – внедрение современных технологий в клиническую практику хирурга. Участники и докладчики конференции – врачи из Москвы и Московской области. Список докладчиков очень широкий. Это профессора, это докторанты, это кандидат в науку, руководитель направлений. То есть очень презентативная конференция, стоящая из четырех секций, где представляются все направления, которые есть в хирургии, начиная от серьезных таких направлений, как по лечению панкреатитов, панкреонекрозов, онкологии, заканчивая более легкой артиллерией, такие как флебология, практология. Перед собравшимися выступили доктора медицинских наук, заведующие хирургических отделений подмосковных больниц и практикующие врачи. Почему я обратился к этой теме? Во-первых, потому что панкреонекроз – это достаточно злобное заболевание, мы все это знаем. Лечат его, как на душу положено. Все. Это ради бога. Лечите, результаты покажут, но все-таки надо обращаться к тем рекомендациям, рекомендациям мировым, европейским. Младший научный сотрудник Моники Петр Флегонтов рассказал о способах хирургического лечения хронического панкреатита. К основным синдромам хронического панкреатита относятся полевой синдром, который часто является показанием хирургического лечения. Синдром внешнесекреторной недостаточности и не менее изученный синдром избыточного бактериального роста. Параллельно с конференцией работала специализированная выставка современного хирургического оборудования, антисептических препаратов и других предметов медицинского назначения отечественных и зарубежных фирм. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Виднет-ТВ. С 8 по 10 октября в Сергиевом Посаде пройдет юбилейный 25-й фестиваль телекомпаний Подмосковья «Братина». О том, как будет в этом году организован телемарафон, поговорили представители телекомпаний-участниц в Центральном доме журналиста. В нынешнем году «Братину» под свое крыло взяло Министерство культуры Российской Федерации, поэтому фестиваль будет иметь особую направленность. Все номинации, так или иначе, станут отражать традиции, народные промыслы, работы усадеб, музеев и библиотек региона. На встрече была представлена презентация творческого проекта. Это объединить усилия работников культуры, прояведов, журналистов и телевизионных и пишущих всех в цель сохранения культурного наследия. Наследие и самая для меня интересная вещь – это сохранение местной идентичности. Телекомпания «Видное ТВ» участвует в фестивале «Братина» с начала его создания. За 24 года были отправлены десятки работ, среди которых фильмы, репортажи, ролики. Журналисты «Видное ТВ» много раз становились обладателями призовых мест, а также главные награды – чаши «Братина» в различных номинациях. В нынешнем году телеканал также представит на фестиваль свои работы. Ростовые куклы, мастер-классы, конкурсы и угощения. В поселке совхоза имени Ленина для маленьких жителей был организован большой праздник. Его подготовили сотрудники Центра культуры при поддержке общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее». «Повторяем движение, а если бы было следующего, мы уходим». «Повторяем движение за девчонками». «Давайте, давайте активнее, ребята». Стать участником компьютерной игры «Энгри Бёрдс», сфотографироваться со сказочным персонажем и отведать сладкой ваты – все это было к услугам взрослых и детей, жителей, гостей поселка совхоза имени Ленина. Выбор на праздники был богатым. Это и игровые зоны, и творческие мастер-классы, и аквагрим. Гостей ждали концертные номера, аниматоры, конкурсы, веселые песни и танцы, а также вкусные угощения. «Спасибо вам за мероприятие, которое вы сегодня организовали для наших детишек. Все прекрасно. Спасибо». «Все для детей, мы очень рады этому. Все игры, все конкурсы, аквагрим. Спасибо большое». Не отказала себе в удовольствии почувствовать себя ребенком и депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Мария Гаевская. Она также является соучредителем движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее», которая оказала поддержку в организации праздника. «Вот такой шикарный праздник получился, на мой взгляд. С каждым днем все больше и больше. Жители поддерживают организацию наших мероприятий. Ну, собственно, хочу поздравить всех детей, их родителей». В настоящий момент сотрудниками Центра культуры поселка Совхоза имени Ленина запущено сразу несколько творческих проектов под открытым небом. И особое место среди них занимает празднование различных памятных дат. «Мы будем еще все вместе отмечать День семи любви и верности. Это в начале июля, поэтому, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех жителей и гостей поселка Совхоза имени Ленина. Объявление будет повешено заранее, с местом и с временем, и с датой мы определимся, конечно, заранее». Праздник был приурочен ко Дню защиты детей. Максим Козлов, Иван Головков, Ольга Садовская, Видное ТВ. В историко-культурном центре на этой неделе открылись сразу две масштабные выставки. Их объединяют темы детства и лета. Картины, мягкие игрушки, статуэтки. Работы представили как профессиональные опытные мастера, так и юные начинающие художники. Осмотрела экспозицию наш корреспондент Юлия Погосян. В историко-культурном центре теперь по-летнему ярко. Более 150 картин и декоративно-прикладных работ украсили залы учреждения. Буйство красок, разнообразие техник. Каждый посетитель этих двух новых выставок найдет, чем вдохновиться. «Очень разные работы, но их всех объединяет одна тема. Это тема детства. У всех детство, каждый видит детство по-своему. У кого-то оно грустное, он надеется на все-таки хорошее детство. У кого-то детство веселое, яркое, связано с природой, с животными». Эта экспозиция отличается смешением возрастов и профессиональных уровней художников. Два зала историко-культурного центра отведены под выставку «В мире детства». Здесь находятся картины народного художника России Виталия Миронова и его дочери, члена Союза художников Ксении, работы преподавателей детской школы искусств города Видное. Вместе с тем представлены подделки юных мастеров. Организаторы до сих пор не могут поверить в успех такого микса. «Я, честно говоря, думала, что что-то не получится. Но получилось, и это очень замечательно». В рамках этой же выставки свои картины представила молодая и талантливая художница Юлия Остраумова. Живопьющая девушка занимается с детства. С годами увлечение переросло в профессию. Предпочтение отдает рельефной технике, но не перестает искать новые подходы к созданию полотен. «Я совмещаю все несовместимое. И за счет этого, наверное, эффектно. Создается вот такой эффект. И необычные картины, конечно же. Мне очень нравится именно познавать. Я как алхимик сижу целыми днями и смешиваю краски, смешиваю техники. И какой-то уникальный уже получился почерк». Остальные залы продолжают темы детства и лета, но отведены под работы одного единственного мастера – художницы из Москвы Елены Яковлевой. Свою экспозицию женщина назвала «В мире цветов и улыбок». Всего порядка 60 картин. «Мне нравится писать цветы, мне нравится писать детей, детские портреты. Но также я пишу и натюрмурты, пишу природу и, возможно, какие-то творческие картины». «Это что, например?» «Связанные с космосом». На многих картинах Елены Яковлевой изображена ее внучатая племянница Арина. Девочку художница пишет с ранних лет, а последние годы полотна посвящены морской тематике. Ведь сейчас Ариша вместе с родителями живет в Крыму. Обе выставки пробудут в историко-культурном центре все лето. Вдохновиться солнечным настроением и окунуться в мир детства можно до 16 августа. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.